Еще три года назад в Бресте было семь ветеранов-пограничников. Сегодня в строю осталось всего двое. Один из них – почетный пограничник Республики Беларусь Николай Никитович Мельник. На долю этого бесстрашного героя, который шел под вражеские пули, задерживал и уничтожал бандеровцев, выпала нелегкая судьба и множество испытаний. Но, несмотря ни на что, Николай Никитович не растерял оптимизма и жизнелюбие. Сегодня ему 96 лет, и вновь и в его квартире самый торжественный и трогательный момент. Представители Брестской пограничной группы поздравляют дорогого человека с Днем Великой Победы. Уважаемый Николай Никитович, решите поздравить вас с праздником Победы. Пожелать вам от имени председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, а также от имени командира Брестской красотоменной пограничной группы крепкого здоровья и всего самого наилучшего. Спасибо. Гости вручили Николаю Никитовичу приветственный адрес от руководства погранкомитета – цветы и подарки. Но самый главный сюрприз ожидал впереди. С выбором подарка не прогадали. Мелодии военных лет попали ветерану прямо в сердце. Замечательно. Я люблю музыку, люблю тех людей, кто занимается ею. Николай Никитович, а что для вас праздник 9 мая вообще означает? Какие чувства вызывает сейчас, как ветерана? Как тебе сказать? Уже то, что я есть, что я живу, слушай, в 97 лет, это уже радость великая. Решили проводить персонально для каждого небольшой мини-концерт прямо во дворе его дома, для того, чтобы уважить человека и, скажем так, при этом не подвергать его жизни, здоровью, опасности. Это уже третий раз такое поздравление у нас происходит. К сожалению, время не щадит и ветеранов. Каждый из них является примером, скажем так, для сегодняшних пограничников. И мы хотим пожелать им в этот день еще долгих лет жизни, здоровья и пусть у них все получается. По второму адресу гостей встречает Владимир Миронович Романенков. Война ворвалась в его жизнь, когда он был еще мальчишкой. Вместо игр ему пришлось с 14-летними друзьями рыть окопы и противотанковые рвы. В 1944-м призвали на фронт. Он принимал участие в освобождении Польши в Висло-Одерской операции и дошел до Берлина. Война принесла немало горя, но не сломила этого сильного человека. Он и сегодня в свои 96 не любит опеку. А сила духа и мощь этого человека становится крепче с каждым годом. Как настоящий офицер, для интервью он сменил светский костюм на парадный мундир. Война была очень тяжелая. Так пришлось много людей потерять на фронте. Там был трижды ранен. Немцы меня убивали. Ну не убивили все, понимаете, так живой еще остался. Вот так, хлопцы. Так что беритесь, беритесь за победу. За то, чтобы пограничные части были на основу в сосне. Когда впереди такие люди, любая задача по плечу и никакой враг не страшен. Ну а звуки фронтовых мелодий – это лучшее поздравление ко дню Великой Победы. Пусть знает и видит молодое поколение, что настоящие герои не в фильмах. Они живут по соседству. Людмила Логодич, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович, телекомпания БУК-ТВ.